Патриотическое воспитание молодежи, защита самобытности культуры, традиций и языков республики. Об этом говорили на встрече председателя правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова с коллективом Министерства по национальной политике. Особое внимание премьер-министр уделил деструктивным сообщениям, которые активно вбрасывались в информационное пространство с началом специальной военной операции и частичной мобилизации. Абдулмуслимов отметил, что дагестанцы проявляют сознательность и не реагируют на провокации. В том числе это заслуга и Министерства по национальной политике. Значение их работы в новых геополитических реалиях возросло и по мере возможности надо наладить взаимодействие с коллегами из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Конечно, я уже об этом говорил, нам необходимо поддержать людей, проживающих на данных территориях, согласно имеющимся у нас ресурсам. Вы знаете, что опять-таки я не ради хвастовства это говорю. По оказанию гуманитарной помощи Республика Адагестан тоже находится среди лидеров Российской Федерации. У нас более 3,5-3,7 тысяч тонн гуманитарной помощи мы туда отправили. Вся работа Министерства, начиная после 24 февраля, была перестроена. Потом именно под те задачи, которые ставил СВО, включая туда Минспорт, Минкульт, Минмолодежи, организовали рабочие группы, а обошли почти все высшие учебные заведения, специальные учебные заведения школы с охватом более 15 тысяч человек. Потому что мы тогда понимали, что не все понимали цели, задачи специальной военной операции.